поехали я же сармат почему философия не наука почему философия не наука все просто ну это зависит от той парадигмы в которой мы рассматриваем это то есть например с точки зрения марксистов философия наука но только не любая философия только их собственное конечно представители других течений могут иронизировать надо тут немножко не так я же сармат немножко конечно врет про марксистов практически вся философия до марксизма и который являлась так скажем фундаментом для марксизма тоже отчасти может считаться наукой то есть в том смысле что вся философия до марксизма эта философия вот у соперники марксистов уже паршивые ублюдки там не знаю недоумки то есть понимаете то что было так скажем орудием с помощью которого марксисты собрали свою теорию все это еще хорошо все это еще считается чем-то нужным нужным для философии и для и науки этим и смеяться и делать заключение в том духе что у марксистов столько же оснований считать свою философию научной сколько у последователей рона хаббарда оснований считать саентологию наукой почему почему мы должны что-то считать наукой потому что почему это должно быть вообще очень важно для нас почему мы должны что-то думать что-то является очень кстати смотрите у меня осьминог здесь это чашечка для моей этой штучки мне ее тоже олежа подарил кстати вот вот эту штучку в эту штучку осьминог там но марксистов это не смущает ну вообще если серьезно то в некоторых течениях философии присутствует определенное представление о логических категорий что по мнению людей которые являются сторонниками формулы что философия это наука является неким прямым или косвенным доказательством верности своих идей странных на мой взгляд но дело в том что если мы исходим из того учебного плана который сейчас у нас по крайней мере в российской федерации с ну во всех существует и в общем-то других западных странах то там как правило когда студентов первокурсников вне зависимости от факультета начинают знакомить с философией на вводной первой лекции то там по учебному плану нужно с самого начала говорить что такое философия да и что философия наукой не является в общем ну хотя с другой стороны мы можем скептически относиться к существующей политики философия не является наукой но наука является философским направлением вот вот мой тезис данном случае этики министерство образования разных стран и там критиковать это с позиции что вот там буржуазные философы значит софисты проклятые пытаются значит уничтожить истинную философию подменить ее какой-то буржуазные там бла-бла-бла здесь нужно всего доброго олег один слов спасибо что рассуждать спасибо все что были с нами олег будем ждать вас еще с позиции того что такое вообще является наука что что то что такое наука какие у нее на это наука неопределенный термин науки очень много значений поэтому мы не можем точно сказать что такое наука поэтому рассуждение о том что что то есть наука что то не есть наука но это всегда оценочно плюс-минус мы можем говорить о том что то есть наука не философия потому что как философия потому что потому как философия более широкое понятие пишет егор да да философия как бы заключает в себе еще и научный метод плюс ко всему она его сформулировала она его сделала философия не есть нечто более узкое чем наука в любом случае мы можем не знаю я не знаю как с этим вообще иметь дело потому что я определение философии в целом у нас нет ни одного определения философии довольно таки значимого хорошего большого такого вот с которым были бы все согласны у нас нет определения науки большого значимого хорошего с которым были бы все согласны у нас нет определения религии хорошего классного значимого с которым были бы все согласны и тут появляются возможности объединить науку и философию философию и религию религию и науку то есть у нас в целом есть возможность приравнять все это друг другу владимир сайдаков пишет не наука в универе чего тогда изучают историю философии история более-менее более менее к науке может как так или иначе прилегать в универах изучают прежде всего историю философии и критерии насколько гуманитарные дисциплины те или иные на философия не является гуманитарной дисциплиной предмет и цели философии не всегда сводятся гуманитарии гуманитарные науки исследуют человека философия исследует человека лишь в некоторых случаях не все предметы исследования философии это человек в его духовных проявлениях особенно в духовных и философия не всегда пользуется методами гуманитарных наук иногда да она их сформулировала иногда нет из этого явственно следует что если философия даже и наука то точно не является гуманитарной а какими понятиями названиями можно их объединить ну например артем жуков давайте попробуем себе представить что религия это просто организационная система которая позволяет сосуществовать или даже лучше не суши а сохраняться сохраняться в себе некоторым определенным убеждением ну например вере в бога либо убеждения методологическим как это в науке происходит в таком смысле мы можем объединить науку и религию в нечто одно без каких-либо особых проблем то есть для того чтобы объединить науку и религию нам достаточно признать что все убеждения так или иначе мало отличимы друг от друга я в принципе с этим блюз-минус согласен плюс ко всему нам надо еще убедиться в том что есть какая-то большая организационная система в которой завязано довольно таки приличное количество людей в науке завязано завязано даже целые образовательные сети большие есть у этой самой науки то есть очень похоже на религию в этом смысле ну и у религии конечно тоже эти сети большие социальные тоже есть и организационные социальные большие сети да особенно те которые продуцируют как мы государство кстати тоже в таком смысле получается определенной религии это собственные терминологические инструментарии и совершают большое количество неверифицируемых утверждений насколько вообще в принципе наук тоже совершает большое количество неверифицируемых утверждений они могут считаться научными мы сегодня только что проверили уже на дробышевском сколько неверифицируемых утверждений он выдает абсолютно никакой верификации предложить и ну нельзя здесь если наукой для нас является та дисциплина которая корректно в рамках своего аппарата используют математический метод калькуляции которая использует строго в строгом соответствии с принципами математики определю надо спрашивать для прочтения августину нужно звать и знать евангелие наверно все таки да больше да чем нет я уже не помню сам о граде божьем я посоветовал вам именно его его именно потому что он вам понравился августин артем жуков пишет организационная система направленная на сохранение определенных убеждений похоже на определение традиции у маргиналов стал вопрос плюс минус понимаете в чем дело у религии нет единого определения и проблема заключается в том что единственный параметр по которому мы отличаем религию от секты например это количество последователей количество последователей самый главный критерий это количество последователей относительно убеждений какие присутствуют в религии как как убеждение там языки убеждения религиозные отличаются от научных ну толком говоря на самом деле но не то чтобы многие многие убеждения до в религиях бывает боги бывают какие-то существа могущественные а бывает что их нет бывает религии постулируют какие-то нравственные вещи этические просто этику постулирует для вас прикольно прикольно вот так вот это работает то есть религии настолько сейчас давайте светом света становится на мне свет давай более-менее как-то это сфокусируйся давайте верхней уберем тогда так вот религии настолько многообразные настолько неоднозначные религиоведение их все изучают что мы в принципе не понимаем что только религия блять сильно засвечена наверное да давайте вот так вот александр шадов во мраке дания вот так короче определение религии всегда были неоднозначные поэтому да мы можем все что угодно назвать религии нас в принципе ничто не ограниченный подсчет то вот это это и должно быть критерием вообще научности той или иной дисциплины как таковой если математические методы применяются корректно то это наука если математические методы либо отсутствуют в принципе либо они применяются как то математические методы в биологии математические методы не отсутствуют в принципе конечно но применяются довольно редко получается что биология меньшей степени наукой чем физика химия тоже получается в меньшей степени наука чем физика почти все науки получаются в меньшей степени науками чем физика хотя физики слишком много утверждений которые в принципе являются неверифицируемыми то есть очень много теории физики очень много допущений что с этим делать непонятно ну ладно странно хотят такая формулировка наверно тоже больше вопросов вызовет то то это не наука и соответственно отсюда есть разделение на науки гуманитарные и естественно научные да естественно научные дисциплины они работают с тем что можно взвесить измерить и где вот эти вот методы калькуляции математический метод математика как некий универсальный язык науки который делает науку наукой и который применяется вне зависит в таком случае не знаю если рон хаббард начнет применять математику ну окей он станет ученым что ли а это будет странное применение мы при чем мы не разделили страны от менее странного поеже с армату и поэтому но в принципе тоже непонятно где граница между наукой и не наукой интересно 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 ньютон он ученый он довольно мистично применял математику у него странно ее применял в зависимости от того от кого давайте посмотрим по какой дисциплине идет речь там все подсчитать проще да то есть если речь идет о каких-то химических соединениях физических величинах и так далее в химии математика применяется довольно странным образом я вам честно скажу преобразование различных веществ описывается ну не то чтобы алгебраически как минимум не то чтобы как формулы физики работает немножко по-другому в химии странная математика как раз является ли химия не наукой а если рон хаббард в таком случае спульт тоже использовать математику и просчитывать движение там инопланетных каких-то существ космосе будет ли это наука или не будет а в гуманитарных дисциплинах все это несколько сложнее если мы говорим о логике но в гуманитарных дисциплинах вообще обычно не присутствует математика ки как о некой некой дисциплине самостоятельной которая может присутствовать философии в некоторых философских течениях эти логические операции наличествуют в некоторых они отсутствуют в некоторых они наличествуют но подход к ним и прочтение этих логических операций она совершенно нетривиально по отношению к другим дисциплинам поэтому если мы говорим о всей совокупности различных философских течений которые мы можем увидеть ну спиноза например пытался доказывать свои позиции с точки зрения вообще в принципе геометрии он предлагал он геометрические доказательства существования бога исходя из изучения истории философии то крайне сложно напротив всего этого поставить какую-то такую большую фигурную скобку и сказать что это наука нет это кстати артем вот видите вот вы дали определение наука это то что другие науки считают науками это определение более технично то есть она раскрывает нам определенную технологию почему мы считаем одни вещи науками а другие вещи науками не считаем с другой стороны понимаете ученые могут считать наукой анальный секс и все заниматься анальным сексом если вдруг случится такая ситуация а мы должны с ними здесь согласиться или нет по необходимости вопрос вопрос это не наука конечно же а тождестве между философией и наукой говорят представители в общем то того философского течения которое также подвергалась жесточайшей критики важно еще понимать что есть такие течения которые в принципе в принципе создавали метод науки даже в двадцатом веке типа позитивизма постпозитивизма логического позитивизма то есть все не так уж и просто как пытается сказать ежи связь философии и науки очень тесная невероятно тесная и с этим приходится иметь дело к сожалению и который еще на бедном на эту критику в общем реагирует неспасибо глядите плотцам только неадекватно обвиняя просто своих противников с позиции теории заговора что это вот какие-то буржуазные злодеи хотят уничтожить иди бля я же сармат почему-то сконцентрировал свое ебучее внимание только на марксистах а чё мы скажем про науку логики гегеля гегель как минимум гегельянцы тоже считают свое направление научным что мы скажем про науку учений фихте фихте тоже хотел создать философию наукоподобную настолько точную настолько классную настолько шикарно что она будет не просто наука и наукой всех наук а что мы скажем про гусарля с его проектом и стремлением не знаю философии феноменологии как строжайшей науки который будет еще более строго чем все эти эмпирические фантазии которые он наблюдал перед собой то есть философия во многом строила свои амбиции амбиции некоторых философов по крайней мере это делали с целью обогнать науку в ее строгости в ее точности в ее такой последовательности то есть попыток было много какой смысл концентрировать свое внимание на марксистах марксисты здесь не только не исключение марксисты здесь такая вот эти марксисты считали свое направление научным не ввиду того что они тупые фрики которые просто это придумали с головы нет это просто философская традиция была такая философская традиция которая шла девять восемнадцатого девятнадцатого века и так далее так далее так далее ну то есть ну лол кек чебурек как бы здравствуйте ежи сармат вы может быть не читали ничего про историю философии работала она немножко по-другому она работала совершенно немножко по-другому и в определенной эпохе отличить науку от философии вообще было невозможно как отличить лебница от ньютона например как философа отличить от ученого ньютона от лебница хуй там знает это просто мужики какие-то умные мужики занимались очень интересным родом деятельности в котором все было смешано и философия и математика и еще что-то там не знаю физика и все намешали в своих мировоззрениях они сразу довольно интересные персонажи да я могу очень долго стриме друзья не проблема возвращаемся к ежи сармату но и ведь не только в начале там в семнадцатом восемнадцатом веке мы встречаемся с такими мыслителями которых принципе трудно отделить от ученых мы еще встречаемся с мыслителями которые прямо стремились к науку учению к созданию своего наука учения артем пишет ну гигельянца и фехтианца ты на улице не встречу встречу гигельянца точно встречу фехтианца вряд ли но гигельянцев россии просто тоже жопой жуй как бы тут такое просто подходишь к философскому факультету и на улице встречаешь гигельянцев ну за коммунистов ты можешь проголосовать на выборах в думу но есть такое есть такое но просто вот если мы говорим про философию как таковую ситуация здесь куда сложнее чем и ежи говорит идеологию которая призвана эмансипировать рабочий класс то есть ну с одной стороны да есть позиция марксистов что философия это наука и когда они делают это заключение они имеют ввиду только свою собственную философию но с другой стороны опять же нет опять же не свою собственную свою собственную философию плюс ту философию который предшествовала становления марксизма ну наверно гигельянство считали такой наукой уже гегель по сути для них определенный такой гений о сформулировавший идеологический метод скорее всего считали социалистическую философию наук и тот самый социализм который был до них там рикардо какой-нибудь или кто-нибудь там еще вы скорее всего но из хуже разбираюсь в социальные социалистической ветки я хуже разбираюсь чем в гигельянской Так вот, и политэкономия, но тоже, наверное, они считали наукой, потому что она предшествовала во многом замечательному марксизму, и что-то там тоже такое было. На чем работал и что развивал Карл Маркс? Интересно. Ну просто ситуация, как обычно, очень сложная, и разрешить этот вопрос, на мой взгляд, не представляется возможным. Определенная систематизация. Никто не верил из них в какую-то истину, либо по релятивистическим причинам, как Протагор, либо по причинам агностическим, как Горги и еще кто-то там Ксения, вроде, я не помню, как второго звали, второго агностика среди них. Ну либо на крайний случай атеистическими, как Протик. То есть старшие софисты это гении философии, которые во многом спровоцировали возникновение догматического ответа в виде Платона, Аристотеля и Сократа. То есть я думаю, Сократ без софистов был бы невозможен. Следовательно, без Сократа был бы невозможен Платон, а без Платона был бы невозможен Аристотель. Притом и Платон, и Аристотель, и Сократ находятся в контексте спора с софистами, что тоже, опять же, очень интересно. Софисты это, на мой взгляд, одна из важнейших ступеней развития философской мысли античности. И опять же, на мой взгляд, софисты могли бы развить довольно интересную философию, которая не была бы направлена на развитие истины. А возможно, может быть, они приблизились бы к той теме, которой именно я занимаюсь сейчас, темой понимания, темой философской герминевтики, в отрыве от догматики. То есть они могли бы прийти к определенной системе взглядов, в которой не было бы истины. Догму, верование, и они просто пытались бы понять других. И для их метода это, в принципе, было свойственно. То есть софисты это такие лицемеры, знаете, они такие сидят, а сейчас мы придерживаемся таких позиций. А теперь у нас другие позиции внезапно, теперь у нас другие позиции, а теперь у нас нет позиции. Софисты абсолютно многогранные в этом смысле, и их метод как раз подразумевал, что им нужно было подражать другим мыслителям. Вот у них одно лицо, вот у них другое лицо, там вот у них третье лицо с этой стороны. И бесконечное количество лиц, бесконечное количество позиций, которые они могли так или иначе использовать в своей деятельности. И чем лучше они их использовали, чем... нет, не так скажу. Для того, чтобы лучше их использовать, эти позиции надо лучше понимать. А следовательно, надо лучше понимать людей, исповедующих эти или похожие позиции. Моя философия во многом растет из софистики и скептицизма абсолютного. Во многом оттуда берет свои корни. И я поэтому с большим почтением отношусь к софистам, ну и к скептикам, соответственно, тоже античным. Но софисты меня здесь интересуют именно методологически. Именно, именно, прям как скептики. Понимаете, Владимир, в чем дело? Поэтому софистов нередко описывают как прото-скептиков. Но все-таки у них были убеждения, честно скажем. Релятивизм – это убеждение. Агностицизм – это убеждение. Ну и атеизм – это тем более убеждение. Притом разные софисты придерживались разных из этих вот штук таких. Акция, которая касается различных ветвей или стадий, или уровней научного позитивизма. И проблема в том, что марксизм, который основан на... Научный позитивизм, кстати, философская тоже тема. Бум-бум-бум. Гигельянстве, в первую очередь, на особом прочтении, особом материалистическом прочтении гигелевской философии, он никакого отношения ни к одной из волн позитивизма не имеет. То есть до позитивизма не было науки? Больно. Ну и отношения имеет, потому что Карл Поппер тоже критиковал Маркса, как минимум. Ну да ладно. Он как некое такое сектанское учение стоит. А позитивизм – это не сектанское учение, не стоит ли он сектанский по отношению к другим философским учениям? В чем преимущество позитивизма, любое из его волн по отношению к марксизму? Почему марксисты не имеют права определять то, что такое наука, а позитивисты имеют? Ну, Звонов неправду говорил. Софисты, на самом деле, позиция софистов и вообще возможность софистики, вообще возможность софистики – это довольно тонкий момент в философии. Софист все еще не нигилист. Нет, не нигилист. Это не всегда философия отрицания. Софист может быть кем угодно. Особняком. Поэтому в вопросе о том, является ли философия наукой или нет, нужно все это рассматривать дифференцированно. Нужно опираться на… Кстати, на самом деле-то я сам не лучший, я же сарматов в данной ситуации, честно вам скажу. Потому что я-то сам тоже опираюсь на представителей позитивизма, потому что позитивисты наиболее близкие к науке философы, которые разбирали науку терминологически, что такое наука, как она работает, на какие методы должна опираться, как отличить научное знание от ненаучного. То есть самый явный ответ на этот вопрос дают именно позитивисты, прежде всего логические позитивисты и постпозитивисты. То есть с ними, когда мы с ними имеем дело, мы в принципе понимаем разницу между научным и ненаучным знанием. Они прям просто и занимаются тем, что отвечают на этот вопрос специально для нас. Но другой вопрос, а почему мы должны на них опираться и только на них? У меня ответ на самом деле простой. Я-то использую все это в качестве тропов. Я в принципе играю с людьми, и когда люди спрашивают у меня, ну не спрашивают, и когда мы начинаем говорить про науку, они говорят, ну вот у меня такое определение науки, а я им даю и выкатываю, короче, постпозитивистские и позитивистские, логические позитивистские тезисы типа нет. А еще есть верификация и фальсифицируемость. Кстати, в науке они сейчас просто тоже используются, оба метода. Поэтому интересно. Артем пишет, позитивисты не убили миллионы людей, как марксисты, а помогли в развитии генетики и прочей шняги полезной. Откуда вы знаете, кого убили, а кого не убили позитивисты? И тем более не все марксисты были убийцами. Тем более мы должны понимать, что когда речь идет про марксистов в России или в Китае, это марксисты в России или в Китае. Ну позитивисты тоже те еще монополисты, так скажем. У них просто не было необходимости кого-то убивать. Они уже и так находились под защитой науки, по сути. Они и так были уже у ног сильного, так скажем. Они поклонялись сильному. Исходя из того, какое течение философии мы расплакливаем, исходя из того, какие у нас критерии научности существуют. Здесь уже свежий согласен. Только так мы можем ответить на этот вопрос. Но если говорить об каком-то мнении, которое сегодня является превалирующим и которое насаждается в том числе с позиции Министерства образования разных стран, то там, конечно, речь не идет о том, чтобы считать философию наукой. Это не наука, конечно же.